Начал набрасывать тезисы для будущего ролика на тему «Как понимать женщин?», вдруг обнаружил комментарий под роликом о начале этого проекта от комментатора ДРВСН, Ракетные войска стратегического назначения, вероятно. И он, значит, делает ссылочку на 17.55, ответственность за семью, за ребенка, за жену, и пишет дальше то, что я сейчас буду разбивать в хлам, потому что отсылается к ДОТу, достаточно общая теория управления, и говорится, в ДОТу существует понятие ресурсной устойчивости. Ну, предположим, да, можете быть концептуально властными сколько угодно, но если у вас уводят деньги из семейного бюджета, секундочку, значит, у него уводят деньги из семейного бюджета. Если вам не дают встречаться с детьми, ну, я уже четко объяснил, что не дают встречаться с детьми, с патологическими людьми, которые не остановятся ни перед чем, да, и просто берут дистанцию. Эта дистанция решается наличием мозгов, да, и не обязательно быть концептуально властным, но хотя бы иметь хоть одну извилину. Я вообще считаю, что люди друг с другом резонируют, и если между бывшими мужем и женой, да, война идет до такого уровня, что не дают встречаться с детьми, то это приговор и мужчине, и женщине, потому что они реально находятся на уровне нелюдей. У них не хватает ума договариваться, они калечат этой войной своих детей, они их погружают в родовую яму, и ДОТу тут не поможет ни в коем случае. Но самое интересное, таких случаев полно из-за воспроизводства толпы глобальным предиктором. Модульное мышление еще вот в чем. То есть, человек прочитал ДОТу, при этом совершенно не понимает, что он находится на уровне нелюдя, естественно, ответственность на себя он никогда не возьмет, он обвинит кого угодно, включая глобального предиктора, потому что тот воспроизводит толпу, да, то рано или поздно у вас тупо кончатся деньги, а дети забудут, как вы выглядите, и тогда вы действительно уже не будете нести ответственность ни за что. Да, ну, по мне, первая реакция, да, ассоциация первого уровня – это клиника. То есть, это реально клинический случай, когда извилина даже, по-моему, меньше, чем одна, 0,5, да? Читаем дальше. Чтобы не доводить до полной недееспособности, необходимо по полной функции управления вовремя распознавать раздражители и применять адекватные меры. Адекватная мера – само по себе понятие растяжимое, кому-то достаточно поговорить за столом, а кто-то не успокоится до летального исхода. Как я уже писал, с этим надо подробно разбираться в каждом конкретном случае. На занятиях школы блогеров, которые я веду, да, мы разбираем первый, второй и третий логические уровни. И модульное мышление – это болезнь, которая, ну, это ментальная, это ментальный вирус, это люди, которые не стоят на земле, абсолютно не имеют практического опыта, всё только из чужих текстов, они цитируют только, своих мыслей у них нет. И вот здесь они понимают тезисы третьего логического уровня так, что это полностью переворачивает логику жизни на земле. То есть любой нормальный человек, который не слышал про доту, у которого семья – дети, да, и который все эти задачи решил и давно об этом забыл, когда он почитает вот этот текст, он покрутит у виска и скажет, что, ну, тут надо пить таблетки по схеме. Потому что, ну, даже вот взять рано или поздно, у вас тупо кончатся деньги. Деньги не заканчиваются, они перестают начинаться, и ответственность за это лежит на мужчине. Как вам такой тезис, да? Он не прописан в доту. Но если ты завёл, падла, семью, и если ты завёл детей, у тебя могут быть подъёмы и провалы, но твои провалы не должны затягиваться дольше, чем, например, взять и покормить детей три раза в день. И увести деньги из семейного бюджета, да, бывают женщины-моты, да, но это тоже согласовывается. И чем ты смотрел, когда порвался с этой барышней, да, тебе яйца привели, у тебя голова была отключена, у тебя речевой аппарат отключен, ты доту переначитался. Тут очень интересная, конечно, схема, когда мужчина, начитавшись книжек, и ничего тяжелее члена в руках не держав, начинает на основании книжек форматировать жизнь на земле. И при этом выглядит, ну, реально, без обид, конечно. РВСН – это серьёзный род войск, но без обид это выглядит как, ну, детский сад. Детский сад. Чтобы не доводить до полной недееспособности, необходимо по полной функции управления вовремя распознать раздражителей и применять адекватные меры. А на работу устроиться не пробовал, а поговорить с женой не пробовал, а выбрать себе профессию не пробовал, да, а зарабатывать не ниже определённого порога не пробовал. Это всё на самом деле по полной функции управления. Это первичные действия, по которым вообще определяется, вменяемый мужчина или нет. Но если мужчина сидит только в доту и оправдывает своё неделание тем, что у него кончились деньги, потому что кто-то их из семейного бюджета уводит, да, а он палец о палец не ударяет, чтобы его наполнять, то значит, он не соразмерил свои усилия, а он привык жить в зоне комфорта, и ему, конечно, перерабатываться ему зачем. Зачем ему ребёнок, женщин? Да он не любит никого. Мужчины, которые не допускают увода денег из бюджета, они как минимум любят жену и детей. Это совершенно отдельный контур мотивации. Он в доту вообще не прописан. И я вообще, вот все обратили внимание, что я критикую концептуалов, не авторов книг, а тусовку, которая сложилась по прочтению этих книг. Я вообще пришёл к выводу, что достаточно общее – это изъян, это недостаток, потому что к достаточно общей теории управления надо сделать персонально конкретную практику управления, без которой люди, палец о палец не ударявшие в своей жизни, вообще ничего не понимают. И они начинают переворачивать тезисы доту прежде всего для того, чтобы оправдать своё бездействие. Ну и самое главное – нравственность. Человек пишет, адекватная мера – это само по себе понятие растяжимое. Кому-то достаточно поговорить со столом, а кто-то не успокоится до летального исхода. Как я уже писал, с этим надо подробно разбираться в каждом конкретном случае. То есть человек допускает летальный исход для кого-то, это, соответственно, он допускает и для себя. То есть у человека вообще нет нравственной шкалы, для него всё равноценно, всё равнозначно. И, в принципе, ну это, уж прости меня, РВСН, но это уровень нелюдя, который вообще ничего не понимает, но, правда, доту прочитал. Вот такое вот моё мнение. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо.